всем привет ребята привет у нас сегодня вторая серия видео прошлый раз мы снимали ролик на тему войны вот и написали люди очень много комментариев даже больше чем я рассчитывал и многие комментарии как бы у меня честно говоря как бы удивили вот но комментариев касалась темы видео во первых мы говорили там в ролике что нельзя как бы снимать видео там каких-то разрушений прилета вот и в то же время выставили там ну это не те видео от вадик расскажет мне вообще вообще нельзя снимать расположение украинских войск день засуги они находятся их не местоположение же прилет нельзя снимать до свежий прилет и куда прилетели то есть хотя бы через сутки выставлять то есть то что мы выставляли это я непосредственно я лично это материал не где-то там взятые это я лично я лично был в этих городах спутниках киева это 100 миль это буча и терпение того разы вот я там был это лично я снимал и как бы я разговаривал общался с людьми с местными я бы сам видел все своими глазами то есть в общем это те кадры которые там уже боевые действия не ведутся и эти кадры уже давным давно облетели мир никакой в общем-то военной тайме там в этом нету в этих разрушениях поэтому владик там был сам снимал вот то что вы показывали это он как бы лично снимал вот потом дальше было тоже у нас там комментарий по поводу того что у нас на заднем фоне прилепленный фон какой-то типа нереальный мы сидим там тоже где-то в студии сзади это ничего подобного это гараж вот этот задний фон то что кому-то кажется что он прилепленный это называется эффект боке просто есть такая оптика как бы светочувствительная и там есть такой эффект боке что задний фон размывается в общем этот эффект используется всегда там в кино там где-то в каких-то качественных видео вот в общем на экшн камерах там такого нету там глубина резкости такая как бы полно все в резкости а на хорошей оптике можно добиться такого эффекта для того чтобы выделить персонажей вот это делается поэтому фон как бы реальный раз реальный дальше потом были такие вопросы по поводу того почему вы не в армии вот почему вас не забрали в армию почему-то в россии все думают что ну как бы в украине нету а ведь она россия когда нападала вот они думали что нет в украине армии но я не знаю почему я например человек не военный даже в армии никогда не служил но это я слышал из каких-то сми там еще каких-то источников что в украине только в боевых действиях на донбассе участвовало 400 тысяч человек это только так это же не все участвовали в боевых действиях кто служил в армии не все то 400 тысяч только участников боевых действий вот поэтому армия как бы профессиональная и такие люди вот как мы например мне 45 лет вадику 42 те даже получится вот плюс проблемы по здоровью как бы в армии мы не служили потому что ну были на тот момент непригодными для службы поэтому но я думаю что мы просто на данный момент не представляем ценности какой-то для украинской армии там есть есть какие-то профессиональные солдаты молодые то так вот два пердуна старых зачем там нужно весь армия которые автомат не держали никогда в руках если вопрос коснется то конечно там уже там ну может быть я допускаю такое что там однажды настанет такой момент что когда уже катастрофически не будет хватать людей там тогда призовут но пока на данный момент как бы об этом вообще речь не и вообще у нас стране сейчас эта вся проблема она решается на моих фронтах это как бы и и медиафронты существует когда люди люди рассказывают какие-то движения волонтерские движения то есть у нас очень много разрушений в стране в котором участвуем очень много людей в сборах там на какие-то там медикаменты на продукты на на поддержку армии то есть там на броненокаскину на т.д. и т.п. то есть украина сейчас вся превратилась как бы в один фронт все люди помогают кто-то остался без жилья ему в течение там там какое-то времени помогает собирается там сбрасывают именно просто люди не тоже помощь от государства а просто вот именно среди людей и вот как бы можно сказать все люди участвуют кто-то подвез кто-то привез кто-то помог руками кто-то там как-то по-другому туда подсказал и то есть получается что практически все люди задействованы в той или иной мере в помощи как бы вот этой войне которая у нас происходит и как бы каждый на своем месте как винтик в большом механизме он делает свои вещи кто-то налоги заплатил кто-то там купил что-то кто-то продал что-то в общем как бы все это помогается для для фронта все это помощь еще один комментарий он звучал ну примерно так же только немножко чуть по-другому типа почему же вы тогда не защищаете свое правительство меня добра за вообще как-то немножко аж слух резонула ребята вы поймите у нас никто никогда не защищал свое правительство люди защищают свою страну человек защищает свою семью свой дом свой город там я не знаю свою работу там но не правительство у нас никогда не было культа правительства сообщили всегда кто бы не был власти всегда ряд подвилки да реальность я не был то любой любой президент который был всегда говорили цикл с подлюкаешь он постоянно обмани то есть никто не трусится как у вас никто не идеализирует за вот так вот как за путином там люди кипятком писи там в восторге в каком-то диком у нас такого никогда не было ни за одним правительство даже 700 сменилось правительское от ничего не сейчас если вы поставили вместо зеленского кого-то другого я думаю ничем не изменилась было бы все то же самое потому что воюет не зеленский и не правительство воюет народ украины вот реально и не важно даже если вы хотя зеленского честно скажу я стал больше уважать честно вот до войны но я к нему относился как-то так безразлично не то что там прям он мне не нравился ли мне нравился как-то так и мне все равно было там зеленский незеленский но он себя повел очень достойно очень достойно и выступил на мировой арене вот как бы как президент украины по моему просто на 5 баллов на 5 баллов поэтому в моих глазах он стал выглядеть лучше взять даже вот ситуация например там как в россии обстоят дела и как украине что зеленский он был в буче он будто в бородянке выходит на крещачке гулял не прячется общается с людьми этот сидит в бункере вообще где-то на урале тупо подставляет своих людей там даже в случае там все ряд ядерный удар ядерный удар тоже по москве прилетит не переживать если там как это будет начнется если начнется заварушка да но он сидит в бункере но кстати я вот с отряду ну пропагандистов российских все почему-то с такой радостью воспринимают вот эту перспективу ядерной войны и там говорят ну мы врать родим это или ставили то какая-то как это безумие очередной пропагандистка или люди вот напишите в комментариях то с россии выше правда так радуйтесь что будет ядерная война не достанет до вас не вообще напоминает мы просто как бы занимаемся единоборствами и надо я слышу от людей когда человек говорит о том морду дал еще что-то я человек говорю ты себе представляешь что такое ты даешь морду или тебе дают морду там даже если ты бьешь кого-то пусть у тебя травма кулака ты можешь растечь руки может у тебя к этим могут побиться ты можешь еще и сдачу сдачу дает и тоже можешь выхватить и то есть самом деле то есть вот и схватки там ничего такого прям веселого озорного нет что ты тоже попадешь и вот например некоторые люди там мы за вот это за мир там з з з з вот это вот с ума сходят они почему-то все так рассуждать с точки зрения что их это не коснется но я услышал вообще такой уж после 9 мая вроде как хотят мобилизацию в россии все-таки объявляйте военное положение начинаем мобилизации поэтому я думаю что многих людей это тоже коснется ли я так если вы сорветесь со своих там удобных местом комфортных с под телевизора да попадете где-то под попасного северодонец там даже то там просто все горит реально и когда вы с насиженных мест этих своих окажетесь на передовой то это вообще не весело и как люди говорят например я слышал такое мнение что там большинство так людей говорит что типа вот это америка достала давно надо было поставить на место они уже к нам полезли я вот хочу спросить вот как вам лично в вашу жизнь залезла америка там айфон вы купили теслу или что там еще ли там джип да как шо значит америка на нас полезла я вот не поняла территорию украины на пол на россию на тебя даже даже там взятом украина там россия воевать на баке эти в нато куда-то чуть сюда к нам приехали воевать еще один комментарий такой тоже был интересный что люди пишут что вот они продались сбу там сбу купила ну люди почему-то думает во первых что мы такие персоны как ведуешь мы во первых не интересно и сбу чтобы сбу с нами о чем-то там договаривался эти более чудей это первое потом второе все почему-то думают что вот это вот война что это надо прям людей там типа подговаривать что на самом деле такого нету ребят вы поймите что когда летят ракеты российские когда едут танки российские когда приходят российские войска и убивают людей пытают людей это реально это 41 год вот реально 41 год когда на советский союз напала фашистская германия вот сейчас на нас напала фашистская россия вот и никого не надо уговаривать и не надо никому платить деньги все и так это понимают все это и так понимаю для того чтобы ну вот думать такой бред вот как я смотрел люди несут вот из россии что там типа украина сама себя бомбит сами там себя расстреливают сами себя там пытают там в буче там фейк этот мариуполь это фейк там да вот эти все пытки казни там это все фейк я не знаю надо быть просто не в себе какие-то недоумком недоумком я не знаю как ты по-русски да таки будет недоумок вот человек просто не понимает как это вообще может такое быть что люди сами в себя стреляют поэтому но тут у нас как бы нету таких людей как бы чтобы настолько сумасшедших что поверить в то что это все там это вот потом следующий вопрос такой тоже был насчет пропаганды учим и коснулись то же говорили что вот в россии пропаганда они говорят почему вы думаете что в украине нет препарат есть в украине пропаганда она немножко дуга и скажу так что дело то что в россии все телеканал и все средства массовой информации они все под жесточайшим контролем жесточайшим и они все как бы из одного источника контролируется вот украине такого нет в украине СМИ все принадлежат каким-то группам То есть в Украине есть группы какие-то Которые между собой конкурируют Выясняют отношения Им принадлежат Несколько там телеканал такой Телеканал такой Какие-то может там розеты Еще какие-то там СМИ И они контролируют в рамках Какого-то сектора Информацию Но я лично, я их вообще не смотрел Вообще, вот я уже лет Не знаю сколько, наверное лет 20 Лет 20 я вообще не смотрел Ни телевизор, ни новости Мне это просто не интересно Всю информацию, которую я лично Беру, ну ты же тоже не смотришь Ну я так может А, ты пропаганду поглядываешь Даже если я поглядываю пропаганду У меня есть глаза Я выхожу, если я слышу Я всегда слушаю, что люди говорят Какая мне разница, что передают по телевизору Просто мне посмотри поставить Вот как съездил в Буча и посмотри Отъедьте от Москвы 300-400 километров И посмотрите, что там Вот, например, в России есть такая фишка Все просто нахваливают вот себя Что мы супердержава Мы там это Там пиндосы идиоты Вообще там такое Они разваливаются Вы заедете вот в Америке В любое, как бы там, какое-то село И заедете в России Посмотрите в глубинке Как там живут, как там люди живут Послушайте, что людей В основном людей все сводятся там Я за Путина, я за Россию Все Но человеку сказать Как ты живешь вообще Посмотри, что ты там У тебя туалет где-то там на улице Живут в этих бараках двухэтажных деревянных И там мы за Россию Мы за могущество В чем же могущество? Все ходят с айфонами Все какие-то покупают Все немецкие ненавистные машины Все на каких-то Рено ездят И тому подобное То есть Даже та Лада Жигули Она все равно там состоит Практически вся С каких-то запчастей Мозги Бош Еще что-то В чем могущество? Получается, что эта пропаганда Заключается в том Что вы приходите вечером Взяли себе пиваса Водочки там По телечек Сели И слушайте истории Про эту русскую армию Вот смотрите сами Задайте себе вопрос По поводу фейков По поводу обманов В начале этой войны Путин сказал Что идет операция Вот И на второй Там третий день Начали говорить о том Что Киев уже захвачен Осталось 2-3 дня И будет там пара туда-сюда Киев не захвати 60 дней По поводу срочников Был вопрос Что срочников Сказал Путин лично Срочников нету И не было Срочники и были И есть И до сих пор И будут Опять Опять обман По поводу там Мариуполя Что никто не будет Бомбить там Пожалуйста Да Вот уже недавно Сказал пару дней назад Что штурмом не брать До сих пор берут штурмом И бомбят Как бы И наземная операция Говорили что не будут Аноситься удары По Гражданским этим Реально Развалили полностью Все города То есть Многие говорили что Ракетные удары Прилетают Презикоточное оружие По объектам 90% ракет Летит просто В дома Жилые Просто в жилые дома Я бы сказал так Что в эти военные объекты Попадают редко В основном Мирные люди страдают И большинство погибших Это мирные люди То есть получается Если на лжи На лжи ловить То тут тоже Очень много Присутствует Вот таких моментов Когда реально Говорят одно Что в Беларуси И Россия Говорили что Никто не будет Даже сам Соловьев Говорит что Лукашенко Говорит что На братские народы Никто нападать не будет Никогда Я думаю что Вот это вот Слово выражение Братские народы Я думаю что Можно на ближайшие Это в лет 50 Можно Забыть вообще Забыть Ни о каком братстве Не может быть и речи Я думаю что Это ужасная трагедия Которая произошла И россиянам Это очень сильно Аукнется Все И будет вспоминаться Долго И придется Очень Очень Делать какие-то Выводы Проходить Какое-то Перевоспитание По поводу Донецка Вот это Про 8 лет Где вы были 8 лет Во-первых смотрите Что нигде мы не были Давайте Отмотаем это все На самое начало То есть Когда То есть Все это было Самое начало Это знаешь что Самое начало Была такая страна Советский Союз Вот И там Как бы Москва Была лидером Этих всех республик Она их всех там Торбила Как бы И брала с них Дань Как бы И жила припеваючи Вот Потом Советский Союз Проиграл в холодной войне Советский Союз Развалился Но Москва Как бы скучала По этому состоянию И хотела быть снова Как бы Во главе всех этих государств Но проблема в том Что вот эти все государства Вокруг Они не хотят снова Быть Как бы Вассалом России Вассалом Москвы Как бы Они не рвутся Ну как бы В состав этот Они не хотят Снова Воссоздавать СССР Они все Хотят быть Независимыми Государствами Но для того Чтобы России Например Туда свое Жало Засунуть В это Независимое Государство Соседнее Нужен какой-то Повод Поэтому начали Придумывать Вот эту Всякую Херню Типа Какие-то Республики Какие-то Защита Там Русское Назычное Население Там еще Для того Чтобы просто Был повод Якобы Ввести Свои войска Что это все Под эгидой Какого-то Миротворчества Что мы Несем мир Я не знаю Я слушаю Российское Это мне напоминает Как фильмы Про инопланетян Когда приезжают Эти какие-то Ящеры Звероящеры Какие-то Уничтожать Землю Уничтожать Землян Как бы Вот Но они при этом Все время Произносят Что мы пришли С миром Мы пришли Вам помочь Мы пришли Вас спасти И при этом Они Ну просто Какие-то Запредельно Бесчеловечные Просто Они там Всех Уничтожают Как бы Где надо И где не надо Какая-то Запредельная Жестокость Бесчеловечность Вот И так же Само Поступает Россия Тоже Как бы Звучит Как бы Все время Ретранслируется Вот это Мы за мир Мы за Это самое Но при этом Заходит Российская армия Там И просто Уничтожает Целые Там Города Села Людей Убивают Детей Убивают Вот И при этом Продолжает Вот эта Вот Сказка Типа Мы за Мир Вот Так что Вот По поводу Вот этих Восьми лет Вот Возвращаясь К этой теме Донбасса Что на Донбассе Нормально Жили люди Пока туда Не всунула Свой пятак Россия Вот Как только Туда влезла Россия Все Там Началась Беда И между прочим Это тоже Один из показателей Того Что Почему В этот раз Не вышло Все так легко Потому что В 2014 году Довольно легко Россия Зашла Тогда Все это Получилось Все вот эти ДНР ЛНР Эти республики Сделать Вот А в этот раз Вот те Кто даже были Пророссийски Настроены Там регионы Как бы До этого Вот Они уже Все Как бы Почему Потому что Россия Ничего не несет Кроме Смерти И разрушения И нищеты Вот и все Как бы Зачем Людям нужен Этот русский мир Это русская весна Зачем она нужна Если тебе В этом русском мире Будет хуже В сто раз Чем в украинском мире Вот Для чего Это надо Вот эти вот ДНР ЛНР Там просто Там не считай Убогость Вот эти восемь лет Как бы Вот они говорят Восемь лет Был геноцид Так там же Российская армия Стояла Кто этот Геноцид делал Да Ну Почему-то На территории Украины Геноцида Не было восемь лет Украинская армия Была что С этой стороны А ЛНР ДНР Были под контролем России И там был геноцид Так кто его делал Этот геноцид Самый главный фейк Это вот По поводу Русского языка Вообще Никогда не было Сейчас идет война Реально У нас с половины На половину Половина вояк На русском Вот такой Люди на русском То есть Политики некоторые На русском То есть вообще Вообще с этим проблем Просто нет Это реально Ну такая чушь Полнейшая Я скажу вам даже Что вот этот язык Сам украинский Или русский Он даже не несет Ну какой-то Принадлежности Человека к чему-то Это просто случайность Вот у нас например Родители из села Как бы Ну из разных сел Вот И родители говорили На украинском Вот Приехали в Киев И у нас в Киеве были Школы и украинские И русские Но русская школа Просто тупо Была ближе к нам Вот реально Просто вот Ближе Как бы украинская Была дальше Поэтому Нас как бы сдали В школу русскую Там где все предметы Были на русском Просто потому что Она была прям под домом Вот и все Если бы под домом Была украинская школа Я думаю Нас бы сдали в украинскую школу Вот и все И поэтому Вот этот выбор языка Его как бы Как такового не было Просто Было дело при Советском Союзе Как бы Ну случайно так вот эти на русском эти ноги не могут понять нет напишите кто-то не укладываться на лаве и вот она досотрет просто там фильмы до кон там настоящее время вот канала есть показывает им показывать людей насколько сильно вот в россии топят из за войну это буква z ну слушайте но выше правда там такие больные на голову какие-то решили что придется придется россии реально как бы учиться переучиваться и и думаю мировое сообщество это так просто не свой россии перепутали добро и зло белое и черное перепутали нельзя как ребята как можно радоваться тому что идет страна от вашего имени от имени всех россиян и совершает убийство людей тем более того ряд еще и братский народ как это можно вообще говорят давно бы давно надо было там навести порядок снести с лица земли вот реально люди такие высказывания что говорит а кого следующий говорит польшу там говорит а польшу зачем это просто за компанию такой люди такую говорят ну это вообще просто какой-то безумие неужели вы думаете что там сейчас действительно сейчас в украине жестоко загорели этого оружия что выше думаете что вашим солдатам там не достанется или там кто-то там ближе ближайших районах там не достанется что это война час это может развернуться вообще как бы непонятно что и так вот реально просто целенаправленно хотеть человека уничтожить и ждать от него какой реакции ты ждешь он просто лапки сложат вот так вот как бы и ничего не будет делать вы же видите сами что два месяца идут ожесточенные бои как бы весь мир объединился против не может все быть прям кретинами то есть я думаю что просто в россии происходит нечто ужасное реально происходит нечто ужасное то что потом даже вне зависимости от того как сейчас там пройдут эти бои на донбассе там в херсоне там чем это все закончится присоединит россия это донецк не присоединит и думаю что мировое сообщество просто такого не простит россии вот реально просто россия стала на долгие годы каким-то изгоем изгоем и вот эти все вещи такие страшные преступления они не останутся никак безнаказанными что ничего там такого прикольного не дарут как россия хороходится мы лучшему там человек может называть себе лучшим когда он например там соревнуется с кем-то правильно и поэтому по итогу этих соревнований например он выходит лучше у него машина а если вы будете скажем так в изоляции и называться лучшими но так как бы надо же как бы сравнивать там в чем лучше если говорить не вы люди хвалятся ракетами хвалятся гордятся вот мы сильная страна мы это да эти ракеты летят на наши города наши дома эти ракеты убивают людей и россия гордиться это просто психически ненормальные люди которые до берлина дойдем там до парижа там ну шо это такое вы себе вы увидели вообще там какое вооружение и надо соблюдал нот в нато там как бы там франция германия там какое них вооружение и на при возьмите там свое это живу лету там или газель и сравните там с какой-то машиной там иномаркой скажем так и сравните вот это то же самое касание же козырь это ядерное оружие они только все же есть один все это конечно же ты слышал как на вот этих каналах этих стал соловьеву это симония на них там радуются что будет взаимный ядерный удар типа россия нанесет там по европе по америке те в ответ слышь и будет конец света да и они попадут в рак я не заболеет какой-то дурацкого плана я не слышал читали ну какой-то это просто что-то зовут запредельная как вы думаете китайцы это входит в их не плану ядерная война и раньше что-то придумали дайте позорил куму там надавать у них планы на сибири в общем ребят если вас интересует ну какая-то информация только происходят дела на самом деле то пишите вот этих как бы ботов кремлеботов которые пишут это где вы были восемь лет когда вы разрушали там чита дома вот я буду просто блокировать в прошлом ролике я их не удалял специально чтобы желающие могли посмотреть как бы зайти шоу вообще пишут от эти кремлеботы как бы ну программа одна и та же но это вот два месяца я уже читаю комментарии вот у них по моему они пишут одинаковые комментарии просто на все ролики без разбора а вот еще давайте я вам расскажу знаете что происходило почему россия так скажем так отвела войска из-под киева то есть на самом деле на их отвела не потому что они добрые или потому что там просто им реально наваляли я скажем так был непосредственным участником получается мы уехали там на какое-то время потом там через сколько да через месяц я вернулся как бы на развивка и свидетели да да ну как бы до свидетели зрителям да и получается я приехал и началось скажем так второе уже наступление вот это на киев со стороны вот именно россии вот и благодаря как бы мастерству наших засел их именно подрезали вот в этом наступлении и в течение где-то 9 10 дней был реально ну как бы очень сильные обстрела вот именно туда к ним прилетала больше они в ответ что то стреляли но получается их не группировку взяли скажем так там в котел или в полу котел какой-то полуокружение да и вот это я сам лично все это слышал так частично видел вот что это все не фейки россия отвела войска не потому что там она добрая ли потому что там потому что и просто тупо наваляли да они из-за того что как криц знаете как шахматах увлекся погнался там за какой-то пешкой и попал там грубо говоря там ловушку ловушку так и вот пришло произошло нечто подобное вот они были настолько увлечены вот этим нападением 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 что они провтыкали вот этот момент тылов и как бы наша армия как бы отрезала им вот эти пути все и на протяжении вот 9 10 дней просто тупо уничтожали они вместо того чтобы как-то грамотно отходить они начали терроризировать вот именно очень сильно вот вот это начали стадии пытки больше же они начали обозлились и вот начали вот это исполнять вместо того чтобы там спасать технику своих этих раненых убитых они начали тянуть телевизоры и люди сами лично видели как выезжали машины через чернобыль забитые полностью стиралками забитые там телевизорами были вывезены с этих магазинов там электротехники все же можно было вывести ограбили всей высокие чины мелкие чины то есть вот эта ситуация под киевом что никто не делал никакого жеста доброго воли были очень тяжелые бои нет и российская армия скорее всего шла на как бы и вот этот вот кстати тоже лозунг который пишут везде там мы своих не бросая бросает не просто бросают бросают таких количествах диких что их некуда девать а сколько за их тухо ставлю просто их не продевать потому что все вот эти украинские службы просят там и красный крест и просят российскую сторону что заберите их потому что эти трупы хранить их очень больших просто там тысячи тысячи их хранить очень сложно негде и никто их не забирает никто не делает даже попыток их забрать с российской стороны получается так что если они там обещают за мертвого солдата там сколько там 9 до миллиона а если пропал без вести то как пропал бель может он перешел куда-то сбежал сбежал или еще что-то или дезертир и то есть получается что очень много хотя по и по идее это как бы там ваши герои правильно которые должны быть там а вот это представьте человек идет там ну типа там за какие-то там идеи воевать а в оконцовке и остается по концу киво где-то собаки съезжали мне родители там до глаза выкалывают эти птицы просто выклевывать потому что лежат по месяц вот когда были вот эти бои тяжелые подкил серая зона это бывает там по три недели в ответом по месяцу лежали просто трупы их никто не мог оттуда не забрать поэтому как бы это тоже вот такие в это не фейки но это смысл и есть очень много видео которые сняты просто обычными людьми на телефоны выкладываются в соцсетях в телеграме очень много поэтому если есть желание как вы можете посмотреть и тут конечно такие вещи блокируют ролики утоляет вот в телеграме вот полно полно скрываться вообще все ребят всем пока пишите комментарии вот может что интересно все каких-то тайн там государственных мы не знаем вот ну так по как бы вопросам вот просто глазами обычного человека что происходит в украине мы можем сказать общем все всем пока